МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В свои порядки. Саровские правила землепользования и застройки не соответствуют общероссийскому классификатору. Советник года. Саровский педагог в числе победителей регионального конкурса. Лучшие в профессии. В Сарове прошла церемония педагогический триумф года. Далее расскажем обо всем подробно. Свои порядки. В Сарове сложилась уникальная ситуация. Правила землепользования и застройки у нас не соответствуют общероссийскому классификатору, утвержденному Росреестром. Только у нас осталось в территориальной зоне Ж1 определение высотности здания, как количество этажей от двух до пяти. Хотя федеральный классификатор видов использования подразумевает, что среднеэтажная жилая застройка должна быть до восьми этажей включительно. Причем этажи считаются все. Что значит все этажи? Речь идет не только о жилых площадях. За этаж считается подвал высотой более метра восьмидесяти, техническое помещение под крышей высотой более полутора метров, цоколи и мансарды. Таким образом, в Сарове за редким исключением нет чисто пятиэтажных или девятиэтажных зданий. По факту они считаются шестиэтажными и десятиэтажными. Это значит, что саровские правила землепользования и застройки ограничивают здания в жилой зоне Ж1 четырьмя надземными этажами. По мнению депутата Петра Смирнова, это не только противоречит федеральным нормам, но и сказывается на развитии города. Некорректные ПЗЗ ограничивают возможность развития территории. И это главное, для чего вообще существуют правила землепользования в любом городе. Это максимально эффективное использование земли на территории того или иного муниципалитета. Это развитие инвестиционной привлекательности. Это возможность развития строительства. В первую очередь здесь мы говорим про строительство жилья. Компания «Саровинвест» обратилась в администрацию города с тем, чтобы местные правила землепользования и застройки привели в соответствие с федеральными требованиями. Но комиссия по подготовке правил землепользования и застройки в вопросе отказала. Отказ связан с тем, что просто от двух до пяти этажей соответствует норме до восьми этажей. То есть меньше – значит хорошо. Хотя с точки зрения высотности здания, опять же, ограничения могут быть наложены только в связи с, например, объектами культурного наследия, что у нас имеется вокруг, например, Саровского монастыря. Есть такие ограничения по высоте. Опять же, они установлены в метрах. А также ограничена высота зданий в том или ином муниципалитете может быть пожарной службой в связи с наличием у них технических средств для тушения пожара на той или иной высоте. Таких специальных требований к территориальным зонам Ж1 в Сарове нет. То есть ограничения высоты зданий созданы искусственно, без необходимых оснований. Но возможность ситуации разрешится уже в следующем году. ЗАГС Собрания региона приняло решение о передаче полномочий по градостроительной деятельности на уровень Министерства градостроительной политики Нижегородской области. Переданы полномочия по подготовке и утверждению генплана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории и так далее. Это очень серьезный шаг вперед, я считаю, со стороны правительства. Возможность действительно скорректировать многие документы, которые не соответствуют федеральному законодательству на местном уровне у нас в Сарове. И я надеюсь, что этот вопрос также будет рассмотрен на уровне правительства. Решать местные вопросы градостроительной политики на уровне региона будут уже с начала 2024 года. Добрые сказочные герои, ростовые куклы, почта Деда Мороза, фотозона с профессиональным фотографом, аквагрим, игры, мастер-классы, сладкая вата. Различные активности на любой вкус. Ждали детишек на новогодней благотворительной елке добра, мандариновое настроение. На новогоднее мероприятие пришли семьи, которым особенно необходимо внимание и тепло. На празднике были дети с ОВЗ, дети из неполных и многодетных семей, дети участников СВО, воспитанники из теплого дома. На празднике было порядка ста семей. На праздничном вечере для гостей подготовили концерт с выступлением творческих коллективов, программу с интерактивными играми и дискотеку с розыгрышами призов. Главной героиней праздника была красавица Зима и ее друзья Снегурочка, Дед Мороз и сказочные помощники. Дети с удовольствием поддерживали выступающих, танцевали и участвовали в игровых заданиях. Как гимнастки выступали или как там с рулем выступали девочки. У меня там двоюродная сестра была. Ну и мастер-класс всякий классный. Ну там я елку делала, карфон, наматывала на креме. И несколько раз делала пряники всякие там, украшала. Главное это любить свою семью под Новый год, всем вместе собраться. Ну и чтобы были все счастливые. С Новым годом! Благотворительная елка прошла по инициативе Марии Ивановой. При поддержке предпринимателей, депутатов и всех неравнодушных саровчан, которые деньгами или трудом внесли свою лепту в организацию праздника и подарили сотням детишек новогоднюю сказку. Мне понравилось, как выступали участницы на сцене, как играли в шарики. Аквагрим понравился, фотозона понравилась. Мне понравилось, что с моей семьей мне было тут весело. А за что любишь Новый год? За то, что много подарков дарят. За то, что Дед Мороз со Снегуркой приходит, им надо стихотворение рассказывать. Надо сидеть за столом в 12. После мероприятия все участники получили подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В преддверии новогодних праздников благотворительная акция «Елка желаний» проходит по всей России. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Любой человек, желающий сделать добрый поступок, может исполнить детские мечты. Ежегодно на акцию откликаются тысячи неравнодушных граждан, представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется и президент Владимир Путин. В Сарове акция «Елка желаний» прошла в резиденции Деда Мороза в Ледовом дворце. Три группы Дениса и мой сестра. Они загадали компьютерный стул, хорошие научники, для компьютерных, для игрушек. Поздравляем с исполнением желаний. В роли Деда Мороза выступили руководители города и муниципальных учреждений, предприниматели. О своих заветных мечтах написали ребята из малообеспеченных и многодетных семей с ограниченными возможностями здоровья. Дети участников специальной военной операции. Также в этом году в рамках акции «Елка желаний» появилась новая категория – подарок-сюрприз. Исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби. Заявки подавали до 24 декабря мечтатели. Желания будут реализовываться вплоть до 28 февраля. Желания есть материальные и нематериальные. Материальные – это когда ребенок хочет музыкальный инструмент, либо какие-то игрушки. А нематериальные – это побыть в роли машиниста поезда или принять участие в изготовлении, в производстве какого-нибудь мультфильма. «Елка желаний» прошла в Сарове в четвертый раз. За эти годы счастливчиками стали более ста детей. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Валентина Николаевна – одинокая пожилая пенсионерка, у которой почти не осталось родных. Помочь женщине некому. Ее квартира в запущенном состоянии. Волонтеры Центра Милосердия взяли Валентину Николаевну на попечение. Сделали у нее косметический ремонт. Убрались, вывели траканов. Установили в квартире новую стиральную машину – шкаф. В рамках благотворительного проекта «Десница помощи» Валентина Николаевна также стала получать раз в месяц продуктовый набор. Силами волонтеров мы начали проводить этот ремонт. Конечно, было сложно. Квартира в запущенном состоянии. Но благодаря отзывчивым горожанам, отзывчивым сердцам у нас все получается. Мы убрались в квартире, вывели траканов, зашпаклевали стены квартиры. У нашей подопечной будут не только продукты, качественные, вкусные, но еще и красиво в помещении. Очень благодарна вам всем. Это и продукты мне, и все. Тут молодой человек все сделал, все покрасил. Все это и дараканов. Ну, в общем, я очень благодарна вам всем за помощь. Социальный благотворительный проект «Десница помощи» стартовал по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Цель проекта – ежемесячная продуктовая помощь пенсионерам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации или у которых очень маленькая пенсия. В проект включились Нижний Новгород и другие благочини области. Кандидатуры на участие в «Деснице помощи» выбрали из подопечных Центра милосердия при содействии Управления социальной защиты населения и Центра социального обслуживания инвалидов и пенсионеров. Проверяли их жилищно-бытовые условия, что у них в владельнике. И уже после этого мы составляли акт, узнавали, сколько человек тратит на лекарства, на продукты, оплату жилищно-коммунальных услуг. И затем уже человек становился участником нашего замечательного проекта «Десница помощи». Ежемесячно, в конце месяца мы доставляем из Нижнего Новгорода продуктовые наборы. Продукты в наборе подбираются с учетом православных постов и заболеваний подопечных. Вместе с волонтерами продукты развозят и священник, задача которого – духовное окормление благополучателей. Священник, он необходим для того, чтобы еще и позаботиться о душе человека. Потому что душа человека – это самая большая ценность. И если, скажем, мы помогаем телу, помогаем этой земной жизни, то это еще не все. Потому что действительно нужно человека и причастить, и исповедовать, и каким-то образом подсказать, ответить на его духовные вопросы и запросы. Сейчас в рамках проекта «Десница помощи» четыре подопечных. Для того, чтобы поддерживать их продуктами ежемесячно, нужны благотворители. За информацией можно обратиться в Центр милосердия по телефону 8-953-029-26-69. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Воспитатель года России, учитель здоровья России. Сердце отдаю детям, педагог-психолог России. В 2023 году саровские учителя и воспитатели собрали массу наград, стали победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В завершении года впервые в нашем городе состоялось вручение премии «Педагогический триумф года». В этот вечер учителей и воспитателей чествовали первые лица Сарова. Вы берете детей, вы вкладываете в них душу, вы делаете из них настоящих серьезных людей, отпускаете вольный мир и цикл замыкается, вы берете новую. Поэтому именно на вас и держится круг жизни. Вы самые нужные, самые лучшие люди. Вы строите это будущее. И каким оно будет, это зависит исключительно от вас, а наша задача вам только в этом помогать. Образовательные организации предложили своих претендентов, из которых выбирали лучших в шести номинациях. «Педагогический дебют года», «Педагогическая команда года», «Результаты наставник года», «Педагогическая династия», «Призвание воспитатель». «Воспитатель должен уметь все. Должен им интересовать, и клеить, и петь, и танцевать, и, конечно же, играть. И чем больше знает и умеет воспитатель, тем легче и интереснее ему общаться с ребенком. Быть воспитателем – это еще значит любить и уважать ребенка просто так, ни за что. Это действительно особое призвание». На церемонии также вручили знаки отличия тем, кто отметился достижениями в течение года. Часть событий нашла отражение в фотографиях. На этой неделе в Доме учителя откроется выставка «Фотовзгляд на педагога». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Инициативные, смелые, сумевшие организовать и развить свое дело. Люди, которые трудности превращают в возможности и умеют находить неординарные решения. 2023 год прошел для саровских предпринимателей плодотворно. Одни расширились и добились высокой оценки бизнеса на уровне города и региона. Вторые только нашли свою нишу. В стенах администрации благодарственными письмами наградили лучших предпринимателей. Преддверие Нового года, преддверие чего-то доброго. Я знаю, как много вы делали хорошего под разные задачи. Задач очень много, и их будет только больше. Огромное вам спасибо за личное участие каждого. Знаю, безразличных людей в этом зале нет. За этот год Центр поддержки предпринимательства организовал более 80 событий. Среди них конкурс «Лучший предприниматель», юбилейные конференции поставщиков «Вкуснофест», форум «Женщины, меняющий мир», программа для самозанятых «Займись делом». Грантовый акселератор «Путь к успеху». Спасибо за доверие, спасибо за то, что сотрудничаете, за то, что коллаборируетесь, за то, что вместе идете с нами в ногу, за то, что откликаетесь, за то, что растете, развиваетесь, увеличиваете свои заплаты, увеличиваете отчисления в бюджет. В общем, продолжаем в том же темпе, не избавляйтесь однозначно. На торжественном вечере также чествовали лучших клиентов, самых активных покупателей. Владелица праздничного агентства Вероника Брычкова отмечает, царовские предприниматели всегда могут найти поддержку своих инициатив в пути развития. Спасибо всем, кто поддерживает предпринимателей. Очень ценно, очень полезно. Можно прийти, не постучаться в закрытые двери, а действительно тебе помогут, тебе подскажут, тебе направят куда нужно. Конечно, эта поддержка очень сильно чувствуется. В наступающем году, Год Дракона, это мой год, хочу пожелать всем предпринимателям, конечно же, терпения, сил, упорства, никогда не сдаваться, не опускать руки, всегда идти только вперед, но, конечно же, достигать таких высот, чтобы никто их не достал, особенно саровских предпринимателей. Праздничного настроения предпринимателям добавили новогодние викторины с подарками и поздравления Деда Мороза. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Праздник уже в пути. На дорогах во время новогодних каникул следует быть особенно внимательными. Ежегодно в преддверии 31 декабря правоохранители вместе с членами отрядов юных инспекторов движения проводят профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз». Мы останавливаем водителей, поздравляем их с Новым годом, дарим им новогоднюю игрушку и брошюру, в которой рассказано об основных правилах дорожного движения. Акция «Полицейский Дед Мороз» проводится с 20 декабря по 10 января. В этот период автоинспекторы посетят образовательные организации и проведут беседы со школьниками и студентами о безопасности во время каникул. Еще и проводить какие-то мероприятия с водителями, с пешеходами, с пассажирами. То есть будем устраивать большие акции, где будем какие-то, возможно, игрушки дарить, сувениры. И, соответственно, вот эти самые информационные листовки, которые напоминают участников дорожного движения о правилах дорожного движения. Участники дорожного движения, уважаемые водители, с Новым годом вас! Голоса ансамбля «Улыбка» – неизменные спутники всех событий Городского совета ветеранов. Традиционно его члены собираются в преддверии Нового года, чтобы подвести итоги и поздравить друг друга с предстоящими праздниками. Сегодня мы десятый раз собирались вот таким образом и отмечали какие-то события. Например, 8 марта, День Победы, День пожилого человека, ну и так далее. И вот сегодня Новый год. И потом, вообще, мне кажется, вот такие праздники, они отлично просто подходят для людей именно пожилых. И они радуются этим праздникам. Какой же Новый год без Деда Мороза? Главный зимний волшебник поздравил ветеранов и провел интерактивную программу с загадками и песнями. Этот год был насыщен радостными событиями. Члены совета организовали пять культурных поездок – в Нижний Новгород, Павлово, Саранск, Вознесенске и Суздаль. Ветеранская организация – это организация, которая должна воспитывать себе подобных, чтобы молодежь, чтобы на патриотических и так далее подобных вещах. Но я считаю, самое главное сейчас, особенно нашим людям, которые пожилые, пожилые, ну по много лет, по 80 с лишним лет людям, им главное дать сейчас, чтобы они поняли, что о них заботятся, что они же любопытные люди, они хотят побывать там, побывать то, то и так далее, чтобы им дать возможность это сделать. С финансированием в городской ветеранской организации с каждым годом все сложнее. Большую часть расходов пенсионеры берут на себя и особую благодарность выражают немногочисленным депутатам и предпринимателям, которые всегда готовы помочь. По словам председателя организации Петра Ульянова, в следующем году участники постараются не сбавлять темпы. Я желаю всем ветеранам нашего города здоровья, счастья, чтобы они жили и увидели бы хотя бы то, что с Украиной случилось. Наконец, в конце концов, нашу победу. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Мы лады, что получили диплом. Так весело и задорно Ваня и Макар отзываются о творческом конкурсе ГТО в ЗАТО. Мальчиков наградили памятными подарками и дипломами в зале бассейна «Дельфин». Свои работы они выполняли вместе с родителями. В конкурсе смогли принять участие воспитанники всех образовательных учреждений. Они приносили нам поделки вместе с заявками. Мы проводили голосование сначала ВКонтакте. Потом финалов было два. Один финал выбирали приз зрительских симпатий также ВКонтакте. А второе голосование мы уже на основании мнения жюри, то есть нашего оргкомитета и центра тестирования. И пять, получается, победителей приз зрительских симпатий ВКонтакте. И десять человек выбрали мы, оргкомитет. Также в зале отметили людей, которые в этом году выполнили нормативы ГТО и наградили их удостоверениями и золотыми значками. В этот раз золотые значки получили около 30 человек. Среди них воспитанница Икара Дарья Чуканина. Я первый раз участвовала. Я показала не особо хорошие результаты. И с бронзовой медалью меня настигло такое чувство, что я могу больше, я могу сильнее, я могу стать сильнее. И я начала развиваться и развила себя до золотой медали. Участники, кто не смог попасть в списки победителей, могут обратиться в Центр тестирования ГТО за получением благодарственных писем и памятных призов. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Приглушенный свет создавал на мероприятии ко Всемирному дню арабского языка таинственную атмосферу Востока. Сегодня на арабском языке говорит более 400 миллионов человек. В Молодежном библиотечно-информационном центре состоялся вечер путешествия под красивым названием «Дни письма, которые пишет время». Гости смогли окунуться в колоритную и красочную арабскую атмосферу. «Первый раз в нашем городе мы решили тоже посвятить этому событию большое мероприятие. Так как у нас отдел иностранной литературы, мы же не можем ограничиваться языками общеизвестными, как европейскими. Тем более сегодня наши люди много путешествуют в арабские страны. И мы не совсем знаем обычаи этих стран. Как вести себя в них, что можно делать, что нельзя. Многие вопросы, я думаю, что после сегодняшнего вечера разрешатся и наши люди будут чувствовать себя более уверенно». Зрители путешествовали по Египту, Ираку и Сирии, узнали про культуру Востока, обычаи, традиции, праздники, познакомились с религией и историей арабского народа. Неожиданным подарком для гостей стала живая арабская речь относителя языка Ахмеда. Мужчина преподает арабский язык, и его ученик Михаил показал свои знания. Яркой изюминкой мероприятия были восточные танцы от творческого коллектива. На вечере была представлена имени-выставка, на которой можно было увидеть характерные для Востока вещи. Лампа Аладдина, Коран, Шимах или Арафатка – книги на арабском языке. В конце вечера зрители приняли участие в викторине и получили призы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И пожар из дедлайнов. Нужно разгрести все дела на работе, подготовить презенты для всей семьи, спланировать новогоднюю ночь и каникулы. С таким ритмом на сам праздник уже не остается сил. Психолог Наталья Мышова уверяет, больше всех страдают перфекционисты. Одна из рекомендаций – это работать со своим перфекционизмом. Выделять важное, расставлять приоритеты. Очень хорошо еще помогает взвешивать и определять вообще свои силы и свои ресурсы. То есть человек, допустим, недавно переболел, и он ставит перед собой грандиозные задачи – успеть за декабрь все, что хотелось бы. Ну, понятно, что это немножко нереалистично. Психолог советует делать списки рабочих задач, личных дел, необходимых покупок. И все это держать под рукой, например, в телефоне. Нужно грамотно расставить приоритеты, что действительно критично важно сделать до дедлайна, а что можно отложить без особого ущерба. Давайте себе передышки. Еще лучше запланируйте отдых на каникулах как стимул. При этом празднование Нового года не обязательно должно быть грандиозным. Кто-то, наоборот, любит компаний, да, позажигать как-то с друзьями, пообщаться. Наоборот, для человека это будет перезагрузкой. И если общение, да, это для человека как раз как ресурс выступает, тогда нужно, ну, включать это в свою жизнь. А если, наоборот, это отнимает силы. То есть когда вот как представишь, это вот нужно куда-то ехать, это надо всех собирать, это надо писать, это надо как-то звонить, надо состыковывать, продумывать там этот стол новогодний и прочее. Ой, не хочется. Но для кого-то действительно это тяжело. Но тогда не нужно себя принуждать. Не стоит воспринимать конец года как сакральный этап, под которым непременно надо подвести черту и составить итоги. Наталья Мышова отмечает, что не нужно заниматься самобичеванием за нереализованные планы. Нужно бережнее относиться к себе, своим силам и эмоциям. Тогда Новый год действительно пройдет в легкости и праздничном настроении. Когда Виктория Карпунина пришла на вокальное отделение в детскую школу искусств, то была неуверенной в себе, стеснительной и зажатой. Постепенно девочка стала раскрывать свои таланты, выросла в вокальном плане. В этом ей помогают и конкурсы, на которые она ездит вместе с мамой практически каждый месяц. Репертуар Виктория подбирает вместе с педагогом, исходя из голосовых возможностей. Песни «Небо славян» и «Птицу в небо» Саровчанка представила на двух крупных конкурсах – «Щелкунчик» и «Старстеп». У меня вся семья поет. Мне это нравится петь. А какие тебе песни больше всего нравятся петь? Мощные, мне нравятся. И такие плавные. У меня соперники там были сильные, тоже исполняли мощные и красивые песни. На международном творческом фестивале конкурса «Щелкунчик» Виктория исполнила две песни и завоевала гран-при и первое место. А на международном фестивале «Старстеп» Саровчанка выступила уже во второй раз. В том году девочка заняла второе место. Виктория решила попробовать свои силы еще раз. Ей удалось стать лауреатом первой степени. Также «Саровчанку» отметили члены жюри. Участие в конкурсах дает Виктории Карпуниной уверенность, опыт и стимул развиваться дальше. Она девочка у нас способная, все схватывает на лету. Петь ей очень нравится, поэтому она всегда все слушает, что ей говорят, быстро очень это схватывает, что облегчает работу с ней на уроке. Вот, и поэтому, в общем-то, есть такой результат наших трудов. Педагог с ученицей уже готовит новые песни для следующих конкурсов в январе и феврале. «Учусь хорошему у детей» – профессиональный девиз, который для себя придумала Екатерина Мелентьева. Она начинала свой путь с учителя истории в 10-й школе, но развиваться больше хотелось в творчестве, в команде. Поэтому девушка нашла свое место на должности советника-директора по воспитанию школы номер 20. «В этой сфере образовательной невозможно быть одному. Я один, я все сделал. Это нереально. Тут должна работать всегда команда. Команда как взрослых, вот в нашем случае это команда по воспитанию, администрация школы, учителя, классные руководители. От них мы тоже получаем колоссальную поддержку. Так и дети. Дети, конечно, меня поддерживают очень сильно, им огромное спасибо. У нас уже реальная команда. Мы не просто там наставники дети, мы хорошие друзья и школьная семья». Екатерина вместе со своими подопечными – частые участники всех активностей и инициатив. Однако на региональный конкурс «Советник года» она попала спонтанно, отправив видеовизитку в последний день приема заявок. Второй этап проходил в Нижнем Новгороде. Там состояло задание из двух кейсов. Первый кейс – это нужно было решить педагогическую ситуацию, которую нам задавала нейросеть, и мы должны были сориентироваться и за минуту дать ответ. И второе задание – это разработка проекта «Советник будущего», где мы уже работали в команде. Полуфинал заключался в том, что я должна была представить свою методическую разработку, то есть какое-то мероприятие с ребятами, так как город закрыт, и к нам приехать эксперты не смогли. Но тут огромную благодарность хотела бы выразить библиотеке Дивеева, центральной библиотеке, которая нас спустила к себе, и на базе мы провели вот это мероприятие. К нам приехали эксперты из Нижнего Новгорода, и по его результатам я прошла в финал. Финальный этап проходил в Нижнем Новгороде. В итоге в номинации «Советник-наставник» Саровчанка заняла второе место. По словам педагога, нужно всегда стремиться быть ребенку лучшим другом, уметь слушать и слышать его. Профессия, она обязывает меня понимать детей, быть им другом, наставником. И этот формат не тот, что учитель-ребенок. Это то есть наставник-ребенок, когда ты понимаешь ребенка, находишься с ним на одной волне. И не осуждаешь их идеи, не навязываешь им свое. То есть ты слушаешь их, да, и уже на основе их идей берешь и создаешь что-то новое. На первой в Сарове премии «Педагогический триумф года» Екатерина Милентьева стала лучшей в номинации «Наставник года». В 2024-м она планирует уделить большое внимание развитию школьной медиа-студии «Объектив». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА